Не знаю, по мне вот, ну и по прошлому сезону опять же сужу, для меня вот тяжеловесы это самое-самое любимое просто, что происходит на боях по правилам ТНА. Посмотрим, как эти два новичка справятся с этим вызовом. Одна восьмая финала. Ну вот здесь у нас указано по графике, что Украину представляет Сергей Мавлютов, но, кстати, под украинским флагом и вышел, который сейчас... Да, у нас тут написано Россия, Санкт-Петербург. Но... Наш. Наш. Хотя и тот. В любом случае наш. Ну что ж, в ожидании яркого боя. Чуть больше у нас болельщиков. Сергей явно наблюдают за нашей онлайн-трансляцией. И очень активно начали тяжеловес, да? Сумасшедший, конечно, по силе удар и у того, и у другого. Да, просто представьте, насколько сокрушительный каждый просто выпад кулака ноги. И здесь нельзя. Такой захват сейчас говорит рефер, что Егаяну нельзя, нельзя хватать за ногу. Через шаг вправо. Через шаг вправо подсказывает Мавлютову секундант. Нужно бить через шаг вправо. Может быть, очень опасно. А пока... Ох, как пропускает Мавлютов. Сейчас очень опасно. С ноги в ухо прописывает ему Егаяну. Да, это хайлайтовый момент однозначно. Само собой. Но, кстати, Мавлютов просто прищурился. Такой. Ну, Серега. Наш Серега, да? Кто погладил меня по ушку? Нет, ну, если у тебя такой 100-килограммовый комар укусит по уху, это, конечно... Ощутимо, да. Так себе удовольствие. Так, ну вот уже, видим, постепенно в первом раунде начинает уставать тяжеловес. Это ощутимо. Это всегда... Это что? Что сейчас хотел придумать Егаяну? Просто в голове. А сейчас я хочу сальтуху сделать, да? Да, я лишний раз хочу прорекламировать спонсора авиакомпании УВТ Аэро. Именно ее табличке досталось больше всего в данном эпизоде. Да, я думаю, Мавлютов сейчас тоже не понял этого пируэта. Можно заднее колено попробовать. Да, подсказывает секундант Мавлютова. Замечательное болюдо где-нибудь в Праге. Заднее колено. Я бы тоже попробовал. Возможно, кстати, это нидерландское, какое-нибудь голландское блюдо в Амстердаме подают. И краски предлагает сейчас секундант. У Литова здесь уже... Ну, здесь уже, да, такие... Чуть-чуть переборщил. Чуть-чуть переборщил приемы. Пошли они здесь не к месту и не нужны. Ох, какой шлепок сейчас был, а? Ну, конечно, по блоку, но все равно, я думаю, неприятно. Опа! Прилег немножко. Вот здесь телематрица сейчас просто уворачивается. Игаян, слушайте, что за акробат, а? То сальтуха тут неожиданная. Сальтуха, оплеуха. И удар был в ухо, да, если уж продолжаем эту рифму. Не держи его, не держи, подсказывает Сергею. Нельзя за затылок и за ухо как раз в данном эпизоде. Ну и вот, смотрите, подустали явно бойцы за 20 секунд до конца первого раунда. По Сергею как-то больше это ощущается. Оп, здесь нога застряла на канатах. Потом и сам Игаян застрял. Ох, как хорошо, сейчас могу прилететь, но Игаян опять вовремя вернулся и пропускает на последней, можно сказать, пересекунде Сергея Маглютова такой прямой удар от армянского льва из Ирландов. Ох, ну не знаю, мне нравится, вот такое нравится. С элементами шоу еще, конечно, от Игаяна все это было. Но напропускал, конечно, товарищ Сергей. Вот кто-то считает, что как сонные мухи, а они... Ну, ребят, это тяжеловес, конечно же, это, в принципе, всегда так проходит. И я скажу, это еще более-менее активно все было из-чета того, что мы увидели с вами сальто, что, в принципе, очень энергозатратно тоже. Так что можно сказать, что это даже, смотрите, по хайлайтам сейчас смотрим. Очень-то активно, ребята, обменивались-то ударами, а? Ну, а я скажу, что спрашивают у нас в комментариях следующие два боя. Это как раз-таки Сайфулах Хамбахадов и Вадим Васьков. И после них завершающий бой Жоробудин Магомедов, Хасан-снайпер Базоров. Ну и Игорь Дармешкин, Христофор Мер. Против, да, Игорь Дармешкин, о нем мы поговорим отдельно потом. Впереди еще три боя в трех разных категориях, но у нас пока тяжеловесы свыше. И прям подгонка выписывает Игаян по блоку Сергея Мавлютова. Ох, что, проходит в пах прямой от Сергея. Так, технический тайм-аут сейчас опять на восстановление. Ну, какая-то паховая борьба у нас последние два раунда наблюдается. Ну, а здесь все очень... Прям прямой ведь. Прям больно. Прям с мятку. Так, ну нет. Нормально все. Он уже быстренько установился, попрыгал на пяточках. И все хорошо. Кстати, вот Грек из прошлого боя этот удар из себя-то не выбил. Здесь не проходит. Попытка Игаяна. Вовлетов, конечно, очень хорошо наседает, нападает. Смотри, здесь Игаян как-то хотел... Не то, что из-под тишка, но... Отвлекающий маневр. То, что якобы я не смотрю на тебя, Сергей. Хотел так в топ и выскочить. Красивым ударом, но... Здесь еще прямой с ноги. Я скажу так, что Игаян очень красиво дерется. Мне почему-то нравится. О, вы хотите поговорить о красоте, Илья? Мне кажется, кстати, девушкам легковесы нравятся больше, нежели... Вот смотря каким, опять же, девушкам. Не знаю. Моей нравлюсь я. Такой средней весовой категории. Я поздравляю вас и вашу девушку, Илья. Средней весовой категории в весе мухи. Но вот здесь еще один удар проходит по паху от Сергея Мавлютова. Судя по его эмоциям, не согласен он. У нас это... У нас в России принято, да, походу? То же второй российский боец. И второй раз уже такую ситуацию мы видим. Минута 44 остается бойцам во втором раунде. Ну, видимо, Игаян как раз объяснял рефери в ринге о том, что насколько можно это терпеть, сколько еще раз он будет не туда попадать. Игаян сейчас пошел мстить просто за свое хозяйство. Пошел размен ударами. Ну и сейчас Игаяну проблемки у него. Вот приходится клинчевать. Да, потому что навалился буквально Сергей Мавлютов. Ну, тоже вот эти вот 110 килограммов попробуй удержи. Ой-ой-ой, здесь Мавлютов пропустил удар. Причем такой еле заметный, как показалось. Поглядывает на секундомер. Тем временем Егич Игаян. Минута 10. И уже так тяжело открытым ртом дышит Сергей Мавлютов. Да, тяжко сейчас приходится ему. И уже блок не такой убедительный, как был в начале. Ну да, слишком много сейчас уже обнимашек пошло. Слишком много клинчей. И сейчас очень много будет остановок из-за этого. Подустали и тут и другое. А это всего лишь второй раунд. Опа! И вот здесь... К сожалению, перекрыл мне... Пошел отсчет. Два. Да. И это нагдаун, ребят. Сейчас все... Судя по реакции. Да, посмотрел на нас Сергей Мавлютов. Помотал головой, что не могу. Палец, нога, что-то с ногой. Какие-то проблемы. Опа! Здесь лежачего у нас не бьет. Опять решил исполнить какой-то прикол свой армянский... Армейский, я хотел сказать, армянский лимф. Опа! Вот это было лишнего, кстати. А здесь после гонга, между прочим. Так, ну посмотрим на Мавлютова. Он корчится от боли. Повтор нам нужен этого эпизода. Что-то с ногой. Держится за голеностоп. Сергей Мавлютов там... Ну, что угодно может быть. Да, внутренний лог прошел. Очень хорошо прошел. Нет, Христо Миров не бился. Напомним, Христо Миров это последний бой сегодняшнего вечера. Будет еще три. Боя у нас третий раунд. Но вот, тем не менее, не колдует вовсе с... Вот здесь как упал Мавлютов. И удар-то прошел... Ууу! Как раз-таки заднее колено то самое. ...правой ноги. Очень хитрый эпизод, действительно. Да, вот хотелось бы послушать, о чем говорит секундант Сергея Мавлютова сейчас во время паузы. Но ничего, собственно, такого громкого и не сказал. А вот мы видим комментирующую легенду на английском языке. Здесь сейчас он... Петра Артс. Ну вот, смотрите, посмотрим... А у нас третий раунд, тяжеловесы. Пошло, поехали. Сергей Мавлютов против Егеша Егаяна. Егаян сейчас выглядит активнее намного. Я думал, оу! И еще один. Слушайте. Мне кажется, если он попадет, это, конечно, будет такой... Непонятно, что будет. Но хайлайты с этого боя будут очень крутые. Кстати, Петра Артс-то улыбается. Даже так забавно ему наблюдать за этим. Да уж, действительно, ситуации очень смешные. Петра Артс. Егеш Егаян, конечно, выписывает, исполняет очень красиво. Здесь обмен ударами проходит. Но вместе с тем он успевает, да, еще и красивой пиццы. Собственно, эффективную. Ну вот... А Владимир Сычев говорил Мавлютов. Да. Проблема в том, что в Казани-то есть улица Мавлютова. И все мы ее так называем. Но вот, судя как рингонансер... Я думаю, это, да, не столько даже важно, сколько важно, что выполняется сейчас на ринге. Можем называть его просто Сергей. Сергей, да. Давайте так, чтобы никого не обижать. Чтобы никого не обидеть, да. Сергей сейчас был на грани. Опять-таки прижал канату Егеш Егаян. Ну, смог тут найти в себе силы. И что, такой маленький передых, маленькая пауза друг к другу и снова в бой. Нисколько эта травма ноги не сказалась на подвижности Сергея. Но, возможно, он как-то меньше ногой будет это именно активничать. И уже так... Хотя посмотрим. Ну, здесь, напомню, 10 килограмм разницы между... Ой-ой-ой-ой. Здесь, по-моему, головой прошел удар в исполнении Сергея. А вот здесь попал. А здесь сейчас очень прямой, хороший какой, а. Зачем же в захват сейчас Егаян полез? Да, это было лишнее, мог бы добивать сейчас. Да, мог бы проблемы создать для Сергея. Клинч в исполнении уже российского бойца. И уже он поглядывает на кут от нефть-арены. Да, вот сейчас просто стойка усталости. Не понимает он. Ой-ой-ой-ой. И здесь... Здесь все лежит наш боец Сергей Мавлютов. Или же нокаут. Непонятно. Но Егеш Егаян пока тоже не знает, что он... Что у него получилось, в конце концов. Похоже, победа. Но, фук, здесь по спине хорошо достает. Скорее всего, по печени. Врач нужен. Врач нужен. Спрашивает сейчас у Мавлютова, да. Быстрее, быстрее, быстрее. Уф. Это тяжеловесы там, господа. Что поделось? В любом случае, поздравляем с победой Егеша и Гаяна. И желаем здоровья Сергею Мавлютову. И желаем здоровья Сергею Мавлютову, да. Потому что... Здесь очень-очень тяжело ему приходится. Появляется врач в ринге. Сергей и Сергей поддерживают трибуны сейчас. Ну, там вот... Поддержка от болельщиков, но... Ну, очень-очень тяжело и больно смотреть сейчас на Сергея. Мог и по позвоночнику, конечно, получиться удар. Не совсем понятно, да, куда попало. То ли в печень так хорошо, то ли в почки. Куда там могло... Нет, печень спереди, да. Почки, скорее всего, сзади могут отбиться. Причем здесь, да, видим, что боль-то вот не сразу настигла Сергея. Да, какую-то секунду он постоял. Ну, и потом понял, что не может продолжать. Причем после попадания по ноге Мавлютова тоже так же не сразу... Давайте поаплодируем. Сейчас Сергей встает, нашел себе силы. Корчится от боли. И... Встает сам. Это, кстати, очень важно тоже. Молодец, молодец, мужчина, да, в любом случае. Но вот арбитр даже не пускает сейчас Эгиша Игаяна. Поблагодарить за бой Сергея Мавлютова. Ну, и здесь... Сейчас все произойдет, конечно же, после того, как официально. Победу в этом поединке одержал боец из Нидерландов Эгиш Игаян. С победой Эгиш Игаян. Конечно, переживали мы за Сергея Мавлютова. И изначально казалось, что все в его руках. Россия, я люблю. Россию я люблю. Спасибо, всем, за сегодняшний день. Большое спасибо за этот вечер. Ну, все, поблагодарил просто Игай Игаян за этот вечер. Да, его с победой.